Да, здравствуйте, еще раз. Мы что-то задумались. Я, честно говоря, ожидала, что ты на враг тут главного мужчины представишь роскошных женщин. Ну, раз уж я тут сегодня главный мужчина, то давайте. Значит, Юлия Тессер, участница шоу «Девишник», и Людмила Ильиних, победительница шоу «Девишник». Наши студенты, девочки, доброе утро. Девочки, можно, девочки? Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Девочки, говорите или нет? Или мы, как мы, как мы договоримся? Мне кажется, можно. Конечно. Все, договорились. Решено, все решено. Давайте нашим зрителям расскажем, что же за проект под названием «Девишник». Что это за шоу такое? Что за шоу? Суть вообще этого шоу – три невесты, три девичника. Мы должны отпраздновать три девичника, побывать на каждом, оценить его и выбрать лучший. А, но есть что-то подобное, связанное со свадьбой, только это перед этим торжеством. Тоже есть некий бюджет, какие-то развлечения на этом мероприятии, на котором могут присутствовать как ваши подруги, так и участницы проекта. Правильно? Да. И других городов как-то, в принципе, о, теперь все понятно. Все понятно. Почему вы решили поучаствовать в таком? У меня вообще все случайно произошло. Подружка просто сбросила и говорит, ты должна участвовать. Вот прям давай, ты должна. Я посмотрела, почитала и подумала, мне так интересно хоть раз в жизни посмотреть, как это изнутри, вот эти вот съемки проходят, реалити-шоу. Мне было просто очень интересно. Какие были условия, кстати, что там нужно было? Может быть, какие-то членские взносы, я не знаю, портофолио или идея сама их цепляет? То, чего вы хотите реализовать? Их цепляет, я так поняла, идея. И сами люди, чтобы люди были интересные, они подбирали, я так понимаю, еще специально под каждый девичник всех разных, потому что мы очень все разные. Ну, по характеру. Да, да, да. А идея девичника с кого была? Ну, подруги должны были, по идее, правильно придумать. Каждый девичник, он был разным. А вы можете, да, рассказать, в чем каждый девичник? Видимо, вот у вас почему было такое? Да, у меня была идея девичника в стиле 90-х. То есть это музыка 90-х, это полностью была фотозона в стиле 90-х, у нас был стол накрыт в этом стиле, мы полностью постарались передать именно ту атмосферу из 90-х. А у вас? У меня была жесть. Жесть? Это в каком плане? Да, у меня был девичник в стиле Бёрлинг Мэнк, это такой фестиваль электронной музыки, это всегда такие костюмы яркие, там и перья, и стразы, это очень разнообразные наряды, там фуражки, в общем, у меня вот в таком стиле было. Хорошо, что для этого шоу, как вы думаете, социальный статус значит что-нибудь? Ну, то есть все участницы, которые делают вот такие, какие-то, не знаю, большие помпезные проекты, или есть те, которые могут девичник организовать, например, у себя в квартире? Ну, не обязательно, что-то какое-то пространство, там, снимать, арендовать. Есть ли такие участницы? Были? Здесь нет каких-то четких границ, рамок, где ты должен провести, либо там снять дом, либо арендовать, что-то такого нет, ты можешь хоть в гараже его реально организовать, и, ну... Главное, чтобы стильно, да? Главное, чтобы передать атмосферу, сохранить эту концепцию, ведь именно это все мы оценивали уже в конце. Вы две участницы, одна, так, была еще третья, правильно? Да, была еще Настя. И где она? Была с нами Настя, она из Иркутска, и ее девичник проходил на Байкале. О, ну тут, конечно, тяжело. Съемки-то когда были? В теплое время или вот недавно? В год назад. А, в год назад, ну прекрасно. Минус сорок. Минус сорок. Минус сорок, серьезно? О, ну... И как могла человеку прийти идея, так здорово, давайте в минус сорок проведем пару дней на Байкале, прям вот весь день на улице, будет здорово, точно. Так, смотрите-ка, значит, вам не все понравилось. Общаетесь ли вы после шоу? Нет. Ну, с Иркутска тяжеловато общаться, да, на расстоянии, да? Но... Да и не хочется. Я вас уже обожаю, так. А между собой вы? Мы общаемся. Да, мы с Юлей даже виделись после шоу, там, несколько раз пересекались. Ну, хорошо. Помимо организации, что вы можете сделать вы, да, перед съемками, там еще наверняка авторы этого проекта какие-то вам испытания, да, готовят, задания. Так ли это? Вот у нас просто появились конусы, и Ваня пытается осознать, зачем они нам. Юля, это у вас было на девичнике. И ваша ли это была идея, или еще чего-то? Нет, не на вашем. А нет, это было на нашем девичнике. Идея, идея. Но это была не наша идея, к сожалению. Так. То есть кто-то подсказал, а к этому и подвел, да? Кто-то сказал. Кто-то помог. Так, давайте, значит, расскажем, что и чем вообще помог этот кто-то. Были вот подобные какие-то конусы или что-то там еще? Там спрятана еда. Наверное, еда. Не знаю. Мне говорили, что там могут быть даже насекомые. Это так, Юля, там были, правда, черви? Да. Черви были? А их надо было съесть? Ну, никто никого не принуждал. Ну да. Там, на самом деле, там половина съедобная была, половина не очень. Так, а если ты, значит, выбираешь червей, ты что должен сделать? Ну, я вот не буду их, например, есть, это очевидно. Ну, мне там без принуждения было. Я не ела их. А, и ничего не надо было там? У меня мозги были. Мозги. Ну, вообще прекрасно. У вас девичник просто проходил, что он даже. Что происходит? Итак, Саша, ты достаешь, поднимаешь первый конус и смотрим, что там. Если ты съедаешь, ты остаешься до конца эфира программы. Если ты отказываешься, это есть. В 8.30 ты покидаешь студию. Нет, как ничего. Я хочу из серединки. О-о-о! А я вот так, как шефер. Кстати, тоже червя. Так, как съедобная. У меня червячок. Дайте покажу. Смотрите, у меня червячок. Смотрите, какие мы голодные. Мы ждем вот этого, когда кто-то чего-нибудь принесет. Хорошо, у меня прямо отлегло. Тогда надо следующий конус открывать. Да. Давайте бы. По старой памяти. Удачи. Людмила, давай. Надо задание какое-то придумать. Какое задание? Да давай по приколу просто. Давай. Давай, Людмила. Ну что там? Его надо как-то подковырнуть. Это фасоль. Ну выглядит тоже, знаете. Да. Все поняли, что фасоль тоже съедобная, да? Открываю я. Да, съедобная. Давай. Ты решил просто ближайший к себе? О-о-о. Это тоже похоже на немножко на мозги, кстати, которые я ела в прошлый раз. Но это я надеюсь, что ели. Я, да. Но это была нормальная еда. Это подруга дома отваривала. Конечно. Давай, открывай последний конус. Давай. А почему я-то? Вот ты такой. Если не съедаешь... Вы заметили, да, что у меня просто хочет подставить мой соведущий? О-о-о-о. Все отлично. Ну вообще, она... То, что она счастливится просто. Да, надо утренний билет купить. Какие-то девчачьи вкусняшки сегодня у нас были, да? Да, да, да. В основном. Спасибо. Можно ли спросить, какой там приз-то был? Ну, то есть не можно спросить, а мы спросим, потому что зрители-то наверняка... Свадебное путешествие. Главное приз. Главное приз. Свадебное путешествие. А что входит в свадебное путешествие? То есть, ну, куда-то поездка на... Да, по-моему, у пляжа. Либо они, по-моему, деньгами, да? Ну, мы не знаем. Мы не выиграли. Мы не выиграли. А! 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 Вот оно что! Поэтому мы не можем рассказать вам, что входит в главный приз. Мы не выиграли. Ну, ну, что-то все равно какие-то плюсички все равно же от этого есть. Там было несколько призов, получается, и вот, к сожалению, как бы Люда победила, но там нужно было его еще... Как-то особенно. Да, ну, как в лотерею. Да, вот вы можете наблюдать на фотографии, сзади нас стоят коробочки, и вот нужно было одну из коробочек как раз найти с главным призом. А, да куда-то ничего делать. Убедили, но потом коробочка просто нужная не далась в руки. О, нет, это так обидно. А в той коробке, которую вы вытащили, что было пусто или какой-то, может быть, сертификат, поочерительный приз? Нет, не было пусто, был сервиз. Прекрасно. Прекрасно. Я вам очень сочувствую. Это так нечестно, когда вот она уже, да, победа, вот она, но чего-то чуть-чуть не хватило. Но все равно, интересно, опыт есть же в вашей жизни, правда же? Да. Сто процентов. Чего нет? Будет что-то. Было очень классно. Очень классно. Это главное. Да. Спасибо за то, что с утра пораньше пришли. Мы вместе с вами продолжим нашу программу. Доброго утра.